ГОСТЬ НА РАДИО Солистка Мариинского театра из города Санкт-Петербурга. Лаура, доброе утро. Доброе утро. Мне очень понравился посыл Лауры, когда мы списались с ней. И Лаура написала, что хотела бы прийти в эфир. Написала, в конце такую приписку сделала. С удовольствием приду к вам в эфир. Хочется сделать что-нибудь хорошее для своего родного города. И мне очень это импонировало. Мне страшно это понравилось. Ну, а то хорошее, что вы можете сделать, это рассказать о себе. И очень надеюсь спеть обещанные рождественские песни. Да? Хорошо, обязательно. Но сначала разминка небольшая и, конечно же, знакомство. Вообще, для начала, Лару, хочу сказать вам, что вы первая гостья этого года в нашей студии. Мы открываем с вами ряд, череду сезон. Я надеюсь, богатый сезон, разнообразный, яркий сезон гостей. И вот очень ярко он уже, как я вижу, начинается. И все, кто приходят к нам первый раз в году, могут загадать желание. И я даже знаю из абсолютно официальных источников, что они забываются всегда. Вау, буду очень стараться. Так что вы можете или записать его на бумажке, или рассказать сразу всем. Или сохранить эту тайну для себя. Но, тем не менее, такая опция у вас есть. И вот первый гость всегда имеет право загадать желание. Обязательно нужно воспользоваться такой возможностью. Да, потом отчитаетесь, все ли получилось. Итак, Лаура Мейнен. Оперная певица, сопрано, солистка Мариинского театра, при этом рожденная в Германии. Правильно. Немецкая певица, да? И я даже, когда вот смотрела интернет, а вы уже прекрасно, несмотря на свой юный возраст, гуглитесь, Лаура, я обратила внимание на такую интересную тенденцию. Несмотря на то, что вы закончили Петербургскую консерваторию и уже много лет выступаете на российской сцене, все-таки, когда речь заходит о каких-то международных конкурсах или каких-то, может быть, соревнованиях музыкальных высокого международного уровня, то обязательно в скобочках после вашей выпени пишут Германия, чтобы придать, видимо, такое интернациональное значение. Но вы все-таки какая певица? Российская или немецкая? Или, может быть, всемирная? Ну, я бы хотела, да, наверное, все-таки быть всемирной и интернациональной, особенно в связи с тем, что у меня мама из Петербурга, а папа из Германии, из Гамбурга, и я выросла в такой интернациональной семье, среде, потому что я жила и в Германии, родилась в Германии, но также и в Петербурге жила одно время, в детстве еще. Потом я училась во французской школе, с детского сада, и как бы у нас все время все было такое международное, что вот хочется и быть тоже такой международной певи. Но папа немец и мама петербурженка отдали вас сознательно во французскую школу, да, чтобы еще как можно больше языков девочка знала? Да, так получилось. Не было места в немецком садике, наши знакомые из посольства из французского помогли нам попасть во французский детский садик в Гамбурге, и мы начали обучаться французскому языку, и это с трех лет у нас получается. То есть понятно, что французский язык у вас тоже, в общем, абсолютно свободный. Да, потом мы переехали в Берлин, и тут тоже мы попали во французскую школу, известную, кстати, вот FG, французский гимназий, которая именно поддерживает и французов, и немцев принимает тоже. То есть вот как бы я закончила французскую гимназию, и у меня сестра живет в Париже, училась в Париже. И ей тут очень пригодился, конечно, французский язык. Ну и английский, я понимаю, у вас тоже есть. Конечно. И по-французски вы, естественно, можете тоже петь, в общем, легко. И итальянский, не забудем, да. А, итальянский тоже. Да, да, да. Сколько у вас языков в ПГЖ? Ну, пять языков. Пять активных языков. Да, да, да. Совершенно потрясающе. Для музыканта вообще удивительно уникальная совершенно возможность. Да, вы знаете, как это спасает? Конечно. Потому что выучить тексты, оперы, да, на различных языках, петь, понимать, о чем вы поете. И также помогать коллегам, сколько у меня было вот... Консультаций, да? Консультаций, да, до сих пор. Я вот недавно помогала в Петербурге, в Санкт-Петербург опера с постановкой Электры. На немецком языке меня позвали именно помочь с немецким языком. Так что вот... Ой, это здорово. Это еще, как говорится, дополнительный кусочек хлеба, кроме того, что это практика хорошая. Смотрите, Лаура, вот когда к нам русские артисты приходят, которым удалось обрести славу в Европе, на мировой сцене, то они рассказывают всегда о том, как они мечтали об учебе и работе в Германии, в Италии, во Франции. А тут мы имеем ровно абсолютно обратный случай. Берлинская девушка, которая занималась музыкой в Германии, в Берлине, пела в детском хоре штат с оперы Берлина, театр оперы-балета государственного берлинского, вдруг, хоп, и оказалась в Санкт-Петербургской консерватории. Почему был такой выбор сделан? Ну, вы знаете, это получилось, наверное, случайно. Я когда училась в школе, я даже как бы и не мечтала стать оперной певицей. А кем мечтала? Я имею в виду, что опера для меня была что-то такое невозможное, что-то такое, я не знаю, это был какой-то предел мечтаний. А то есть всё-таки мечта такая была у девочки уже? Наверное, да, потому что училась я и потом вот в опере пела с великим удовольствием. Это было просто вот, не знаю, что-то самое лучшее, чем я занималась. Удивительно, то есть маленькой девочкой уже вот эти вот тайны оперы, они как-то вот привлекали, да? Да. Интересно было. Интересно. И так получилось, что вот меня услышали и сказали, что обязательно надо заниматься профессиональным вокалом. А я этим как бы вот мне уже было 17-18, я как бы не занималась так вот профессиональной постановкой «Голос». То есть был только хор? Да, был хор. Государственного оперного театра. И после этого я начала заниматься с педагогом здесь, в Берлине. И одна наша знакомая, тоже оперная певица, тоже из Мариинского театра, посоветовала мне поехать в Петербург к её педагогу, известному педагогу, профессору Тамары Новиченко. Это также педагог Анны Требки, если вот, вы знаете, там и Джоевы Вероники, и Ирины Джоевы, куча надежды. В общем, она очень много кого выпустила. Такой хороший список, не стыдно предъявить. И я поехала, прослушалась и поступила на подготовительный курс и занималась вот год. Потом меня взяли, потому что у меня не было образования как бы музыкального такого вот, как у большинства вокалистов, там колледж музыкальный я не заканчивала. Ну, мы знаем, французская гимназия. Да, я немножко другим была занята. Ну вот, и потом я поступила уже в консерваторию и отучилась там, получила великолепную базу, навыки. И закончила, кстати, скажу нашим слушателям, с отличием, между прочим, в Петербургскую консерваторию. И не остановившись на этом, поступила в аспирантуру. Да. И одновременно, что я за вас всё рассказываю, надо хвастаться здесь обязательно. В Вене я начала учиться тоже на магистратуру, как бы окончила. В Вене? В Вене, да. В Вене, конечно же, тоже столица мировая. И оперы, и классики. И оперетты. Да, 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 оперетты, конечно же. И там я провела тоже великолепное время с педагогами, очень сильными. И, в общем, я очень благодарна тому, что вот так получилось и поучиться в России и в Европе также, да? Но при этом вы всё равно, вот посмотрев всюду и закончив магистратуру в Вене, вы всё же вернулись в Петербург и остались там. И стали членом молодёжной оперной, как это называется правильно, студии? Поведения молодых певцов. В Примаринском театре. В Примаринском театре, да. Ну, вы знаете, это у меня получилось параллельно всё. Я вот училась в эспирантуре в Петербурге и параллельно в Вене. И ещё вот к этому всему прибавилась Академия молодых певцов, где у меня была возможность выступать, да, в Мариинском театре с оркестром, в постановках. И, то есть, это у меня сейчас как бы продлилось, продлевается. И, ну, я также выступаю в Европе, в Германии тоже, да, и в Австрии. Какие-то у нас... вот мы должны были в Корею поехать, но, к сожалению... Должны были. Да. Очень многое... Ну, Корея никуда не убежит. Будем надеяться. Корея на той Корее подождёт. Всё подождёт. Всё подождёт. У нас сейчас временная пауза. Мы нажали на такую кнопочку, и все временно отдыхают. Но отдыхают не все, и мы знаем, что, например, артисты Мариинского театра совершенно не собирались отдыхать во время карантина, в результате чего на свет появился очень славный музыкальный проект, о котором мы поговорим обязательно сразу же после музыкальной паузы, потому что прийти сюда, и каждый может рассказывать, я оперная певица, я оперная певица. Это доказать надо, что ты оперная певица, и вот Лаура сама выбрала несколько таких доказательств неоспоримых, и одно из них мы сейчас послушаем. Что это будет, Лаура? Это будет Ария Графини из оперы Моцарта «Ленал Цилифигаро», «Свадьба Фигаро», одна из моих любимых партий, и, наверное, тоже ту, с которой я, наверное, начала петь на сцене, на большой сцене, еще в консерватории. Это такая визитная карточка, да, можно сказать? Да, наверное. Поэтому мы ее выбрали первой, чтобы всем сразу стало понятно, с кем мы имеем дело и кто к нам пришел в гости. Ну что ж, мы слушаем Лауру Мейнен в роли Графини из оперы Моцарта «Женитьба Фигаро», а Лаура пока что пытается загадать желание, которое, как мы знаем, обязательно исполнится. Это можно слушать, друзья, бесконечно, но все-таки хочется и живым человеческим голосом пообщаться с графиней, она же Лаура Мейнен, солистка Маринского театра города Санкт-Петербурга, которая приехала в Берлин, я так понимаю, на рождественские новогодние праздники, которые хотелось провести с семьей. Да, конечно, потому что вот это время было непростое и нужно, конечно, повидаться с семьей, которая и так живет по разным городам. Да, это правда. Но вот традиции ваши, вот у вас такая, в общем, достаточно интернациональная семья с петербургскими и с гамбургскими корнями. И как вы обычно встречаете вот эти праздники? Рождество, Новый год? Это семейный праздник для вас? Вы знаете, да, у нас это исключительно семейные праздники, где мы вот собираемся, долго сидим, разговариваем, готовим что-то, да, печем. И это все при свечах, с елочкой, то есть очень все атмосферно и тепло. А какие-то новые традиции вот в результате все-таки такого уже многолетнего проживания в Петербурге, в России, какие-то новые в вашей жизни традиции появились? Именно в Рождество? Нет, вообще, вот что-то новое, может быть, все-таки вы жили большую часть, сознательную часть своей жизни в Берлине, в Германии, да, и переместились достаточно в юном возрасте в Петербург, что-то новое появилось, какие-то традиционные, может быть, вещи, какие-то там, я не знаю, уклад какой-то новой жизненный. Наверное, потому что мама вот все-таки в нас и эту русскую часть очень воспитывала, и мы как бы росли с этой вот русской атмосферой тоже, и, наверное, я такого ничего грандиозно нового не получила. Вы, когда росли в Берлине, все-таки понимали, что на столе должно быть 20 салатов, а не один, да? То есть для вас это не было культурным шоком, переехал в Петербург? Да нет, вы знаете, вот что касается салатов, мы, наверное, совсем не русские, у нас... Ага, вот, это я хотела услышать. Да, вот если что касается стола, нет, у нас, наверное, вообще что-то другое. Оливье не делает мама? Нет, мама не любит алливье. Это не Новый год, Лаура, я должна вас огорчить, вы уже взрослые. Это не Новый год. Новый год только когда оливье. У меня была пару недель, ну, пару месяцев, может быть, назад в гостях совершенно чудесная китайская актриса Янгэ. Она китаянка, но всем рассказали, что она русская китаянка, она 10 лет уже живет в Москве, играет в театре в Гоголь-центре у Серебренникова. Так вот она сказала, что это все, что она почерпнула за годы жизни в России, ей это страшно все нравится, и она теперь всех своих китайцев приучает вот к этим застольям, к огромному количеству еды. Правда, они с мамой Оливье едят палочками. Это единственное, что у меня осталось от культуры Китая. Все остальное мне очень нравится, когда много еды, много напитков, много всего, когда стол ломится. И вот поэтому она русская китаянка. Какая молодец. Но интересно. А что касается Рождества и Мариинского театра. Вот я сама из Петербурга, я прекрасно помню время предрождественское, Мариинский театр, и вот этот обязательный абсолютно щелкунчик, который создавал ощущение праздника. До сих пор это существует традиция? Да, но в этом году, как вы знаете, мы должны были прекратить все спектакли, балеты, оперы, концерты. И особенно вот сейчас, предновогоднее время, было такое, конечно, не для детей. То есть много всего ограничили, детские спектакли ограничили. Ограничили или отменили? Отменили. Но, конечно же, кто-то где-то что-то, может быть, и показывал. На маленькой сцене. Да, на очень маленькой сцене. В гардеробной. Да. В гримерке. Но сейчас должны возобновить, и все щелкунчики вернутся, все оперы детские тоже вот мы сейчас готовим, скоро будут опять показывать. Как вообще выглядит жизнь Мариинского театра сейчас во время пандемии? Что можно, что нельзя, какие ограничения, что в зале происходит, на сцене, что сократили? Ну, первым делом поставили такой большой градусник перед входом, да. То есть каждый раз, когда мы проходим, входим в театр, у нас меряют температуру. Мы должны быть в масках все время. Перчатки одно время нужно было носить, но сейчас как бы этого больше нету. То есть есть такой контроль при входе. То же самое и публику, да, заставляет одевать маски и перчатки. Ну, то есть все равно что-то происходит, публика ходит. А сколько, как ограничено это все в зале? Как выглядит зал? Ну, сначала было 50%, да, и вот где-то, по-моему, в декабре ограничили еще больше 25% было. Но, вы знаете, для Мариинского театра, особенно вот для новой сцены, я не знаю, были ли вы уже, это очень большой зал, и все равно получается, как бы, достаточное количество людей может посетить спектакли. То есть есть ощущение того, что ты работаешь не с пустым залом, все-таки энергетика какая-то есть. Какая-то есть, да. А я знаю, Лавра, что вы работаете не только на сцене Мариинского театра, что вы еще на разных других площадках музыкальных в Петербурге выступаете, да, и с концертной программой. Да, да, обязательно концерты, филармонии мы выступаем, на маленьких сценах тоже. Вот очень много разных сцен сейчас в Петербурге есть, музеи тоже, да. То есть сейчас все равно, потому что нам это немножко всем странно слышать, потому что у нас-то не работает ничего, и мы вынуждены только на онлайн-концерты переключаться. А ваши концерты можно онлайн послушать, нам, например, живущим в Берлине? Ну, наверное, да, есть какие-то концерты, которые транслируются онлайн, но в Петербурге пока что была такая возможность выступать с ограниченным количеством зрителей, да. И мы что-то даже вот могли исполнить. Ну, это замечательно, когда артист все равно, даже несмотря на такие странные условия, может чувствовать себя востребованным, нужным, да, и знает, что у него там есть какое-то расписание, и он на неделе куда-то ходит и кому-то что-то поет. Но мне бы хотелось поговорить об очень интересном проекте, о котором вы мне рассказали, Лаура, еще заранее. Дело в том, что, находясь на самоизоляции в Петербурге, музыканты Мариинского театра создали очень интересный проект в радиоформате, что для нас тоже особенно интересно. И расскажите про него, как родилась идея, что это за идея, кто в ней участвовал вообще, вот такую маленькую сейчас там презентацию этого проекта, и, естественно, где наши радиослушатели могут с ним подробнее ознакомиться. Ну, вот когда мы оказались на самоизоляции... Это когда все было закрыто, да? Да-да-да. Никому нельзя было ни видеться, ни выступать, конечно же. И захотелось сделать что-то для публики, для зрителя, для молодежи, для детей в том числе. И так как у нас была возможность только вот работать с онлайн или вот с трансляциями, да, мой друг Филипп Евич, композитор вот этой вот сказки, музыкальной сказки, легенды, решил написать музыку... То есть этой сказке она еще не была создана? Нет, это сказка... Он ее писал в процессе изоляции? Нет, это сказка была написана еще раньше. Сказка на музыку, я имею в виду? Музыку, да. Музыку он писал во время вот изоляции. А кто выбрал сказку? Он сам. Ему очень понравилась эта сказка. Это наша знакомая тоже, она петербургская писательница и художница в том числе. Это ее произведение? Это ее произведение. Она написала это после поездки на Белое море. Она очень часто уезжает в походы. И там вот она и медведя встретила, и... Живого прям? Да-да-да. Идивительно, что она после этого сказку написала, а не в монастырь ушла, например, окей. Нет, да-да-да. То есть и под впечатлением этого всего, природы, погоды, вот, и такая... Она и услышала тоже вот легенду. От медведя? Нет, от местных жителей. И вот решила написать эту сказку. Она такая очень музыкальная в тексте получилась у нее. Вот такой северный эпос, как я понимаю, да? Вот, именно, да. И Филиппу это очень понравилось. Ему захотелось написать музыку к этому всему. И очень быстро он написал эту музыку, разложил это еще по голосам. И инструментам. И инструментам, да. И мы искали коллег, кто бы вот захотел поучаствовать. Там прямо роли были, да? Конечно, у нас роль лисы, совы, змеи. Медведя, наверное, главное. Нет, роль медведя там, она другая. И, конечно же, нужно было еще найти инструменталистов, да, которые хотели бы записать. Тоже на изоляции, на удалении, это тоже непросто. Конечно, все это на изоляции было. И самое сложное было именно записать это, потому что качество, конечно же, не студийное, потому что все это делали дома со своими записывающими устройствами. Но все-таки у музыкантов, как правило, есть какие-то ресурсы дома, да? Да, конечно. Но у каждого все равно другая комната, другая акустика, да? Собаки, кошки, дети. Да, вот именно. Лаура, мы сейчас послушаем, чтобы у нас был предметный разговор, мы послушаем буквально-таки начало, интродукцию, да? Давай. Начало от маленьких отрывок из сказки «Аннике, невеста каменная». Это легенда о возникновении полярной звезды, да? Видимо, ее увидела вот эта ваша писательница и художница во время встречи с медведем. И такой вот родился северный эпос. И начало, такую затравочку, мы послушаем, и наверняка у всех вас появится желание сразу услышать всю сказку. Мы обязательно вам с Лаурой расскажем, где и как это можно сделать. Вот так вот начинается эта сказка, музыкальная сказка «Аннике, невеста каменная». Ну, мне кажется, что уже вот сейчас хочется прямо узнать, что же, что же будет, встретиться, не встретиться. Ну, давайте скажем всем, что конец хороший? Да, наверное, можно так сказать. А то многие не будут слушать. У нас сейчас, знаете, Лаура, такое время, нам нужны только положительные эмоции и хэппи-энды. Она очень, конечно, эмоциональная, эта сказка, и всех очень затронула. У нас была возможность недавно представить ее лайф. Мы в декабре исполнили ее. Это было, конечно, такое событие для нас всех. Концертное исполнение было, да? Да, концертное исполнение. Пришли дети, взрослые, бабушки. Где это было? Это было в Петербурге, на Петроградске, в библиотеке Николя. Это такая частная библиотека, где устраиваются концерты. То есть вы встретились впервые вот этим составом, да, после пандемии? Именно. Первый раз познакомились все друг с другом. Ну, я знаю, что вас поддержали очень многие партнеры информационной радиостанции и фонд Спивакова, да, проявил интерес к этой сказке. И что мне очень тоже понравилось, интернет-ресурс «Маринский детям». Я бы хотела, чтобы вы два слова, может быть, об этом сказали, что это такое. Потому что наверняка очень многие наши берлинские родители хотели бы, чтобы их дети тоже вот как-то туда подключились и посмотрели детскую программу. Потому что, к сожалению, вы, наверное, сами это знаете, в Германии, в Берлине для детей в оперных, музыкальных театрах делается мало всего. Если не сказать, что вообще почти ничего. У нас очень много чего делается для детей, именно концерты специальные, да. Мы маленькие тоже вот оперы ставим, и именно вот Академия молодых певцов исполняет их. Адаптированные взрослые или прямо такие совсем детские? Детские-детские оперы, очень они востребованы, очень любят их детям посещать. Они очень, они камерные, да, это под фортепиано всё, то есть это не с большим оркестром, в камерном зале происходит, но с декорациями, с костюмами. Очень хорошая сказка, например, «Репка», которую мы очень часто исполняем, дети обожают. Опера-репка? Да, опера-репка была написана. Вы там кто? Я там липонька, это там отдельные персонажи, да, очень такие красивые, которые вот сопровождают персонажей в сказке и поют. Мышка, наверное, самая такая вожделенная роль, там, наверное, у вас драка за неё. Да, да, да. Ну, не знаю, репка очень интересная тоже. В таком большом костюме, очень красивая. Удобно, после праздника. Да, 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 это да. Так. Ну вот, у нас очень много таких спектаклей для детей, для малышей. Это прямо вот с годика-двух они посещают эти спектакли и кричат ещё. Потом концерты в концертном зале отдельные, там тоже рассказывают детишкам сказки, истории и исполняют отдельные отрывки из опер. Сейчас тоже вот скоро будут опять такие концерты. Можно ли на этом интернет-ресурсе варинским детям что-то полезное почерпнуть, интересное берлинским родителям для своих деток? Да, конечно, там тоже можно вот узнать о трансляциях каких-то вот. Также нашу сказку там тоже можно будет послушать, да, перейти на ссылку. Ну а кроме того, мне кажется, что вот эту самую сказку, о которой мы говорили, Аннике Невеста Каменная, можно и на Ютьюбе найти, да? Да, она на Ютьюбе находится. Просто вот написать. Ссылку мы ещё, друзья, поставим на наших ресурсах в социальных сетях, на нашей страничке на Фейсбуке. Ссылку на сказку Аннике Невеста Каменная. Вот такой интересный, необычный музыкальный проект, очень успешный, который создали музыканты Мариинского театра, которые не хотели сидеть сложа руки, выгуливать собак и смотреть сериалы, а хотели сделать что-нибудь хорошее, полезное в музыкальном смысле этого слова. Ну, Лаура, мы сейчас обязательно, мы не забыли, во-первых, о том, что хотели послушать рождественские песни, всё-таки скоро Рождество, вы его тоже будете как-то отмечать? Да, конечно. То есть мы все праздники, и правильно, это по-нашему, мы все праздники отмечаем, но сначала мне хотелось бы ещё раз у вас спросить про конкурсы, хотела сказать Ребуса, Шарада, нет, другое, про конкурсы и разнообразные соревнования музыкальные, в которых вы принимаете участие. Я знаю, что у вас очень богатая биография с этой точки зрения, вы очень много премий уже успели получить, несмотря на свой юный возраст, и мне интересно, что вы получили первый приз в номинации «Оперетта» в музыкальном конкурсе имени Георга Отца. Правильно, да. Как у вас внутри уживаются эти два жанра, и почему именно в номинации «Оперетта» вы участвовали и победили? Почему победили, мне понятно, почему участвовали. Ну, наверное, это связано тоже с тем, что я училась в Вене, а «Оперетта» в Вене, она очень популярна, распространена, и поют «Оперетту» также и оперные певцы, то есть даже сейчас в Мариинском театре наконец-то опять поставили «Летучую мышь» и поют, это же, конечно, оперные певцы, так что это такой более лёгкий жанр, но он такой же сложный и даже, может быть, ещё сложный. Потому что там очень много текста, да, в «Оперете», нужно сыграть это всё. Я только хотела сказать, там, наверное, в актёрском плане тоже такой вызов большой. И в актёрском, да, конечно же, танцы, да, это такой непростой жанр. Но мне кажется, что вы такая, Лаура, живая и такая активная, что это вполне, по-моему, вполне прям, я вижу вас прямо с мушкой и с веером. Мне кажется, я с удовольствием приду на вашу «Оперетту» или «Оперу», как только откроются границы, и можно будет на всё это смотреть. Обязательно приходите. Послушаем сейчас что-то ещё очень красивое «Весёлая вдова». Что это? Вот буквально два слова расскажите нам, и мы будем слушать красивую музыку. Да, это песня «Вилли» из «Весёлой вдовы». Очень красивая песня. Это мы сейчас сами послушаем, красивая она или нет. А где вы пели её? Я её пела тоже вот на конкурсе имени Отца, и это вот из концерта финального. И вот это потянуло на первый приз? Да, это уже было после того, как мы спели конкурс, это был отдельный концерт. На бис? Да. Понятно, чтобы окончательно убедить жюри и уважаемую публику, что Лаура Мейнен лучшая певица в номинации «Оперетта». Ну что ж, послушаем. Ну, мне кажется, с «Весёлой вдовой» всё понятно, всё с ней хорошо. Я, честно скажу, я бы тоже отдала первый приз, вообще не задумываясь даже. Спасибо вам большое. Хотя, жалко, что меня пригласили в жюри, но они и так без меня справились, по-моему, замечательно. Итак, у нас в гостях сегодня, для всех, кто только что подключился и подумал, боже, что это, не «Ангелы ли поют?» Ангелы в гостях у нас Лаура Мейнен, солистка Мариинского театра, девушка, рождённая в Гамбурге, выросшая в Берлине. Певшая в детском хоре Государственного оперного театра в Берлине и закончившая, или окончившая Санкт-Петербургскую консерваторию имени Римского-Корского с отличием. Ну а кроме того, как правильно указала Лаура, ещё и аспирантуру и ещё и магистратуру в Вене. В общем, такая вот богатая биография, театральная, музыкальная у нашей сегодняшней гости, которая пришла к нам для того, чтобы сделать что-то хорошее для своего родного города. Ну, как минимум, мне кажется, или как максимум хорошего мы сделали уже много в течение этого часа, украсили наш эфир прекрасной волшебной музыкой. И эта музыка, конечно же, останется в нашей музыкальной коллекции. И для всех любителей прекрасного, любителей классики, а я знаю, что такие есть среди наших радиослушателей, в наших программах по заявкам, конечно же, вы можете эту музыку заказывать. Всё-таки у нас уже тоже достаточно большая коллекция, благодаря нашим прекрасным классическим музыкантам, которые приходят к нам в гости. Город Санкт-Петербург. Вот мы поняли, Лаура, что он уже, он и был, в общем, вам родной со стороны мамы, но жили вы всё-таки большую часть жизни в Германии. Какое у вас сейчас отношение с этим городом? Это один из моих любимых городов. Всё-таки он такой насыщенный, такой красивый. Столько в нём культуры, дворцов, людей хороших. Я очень много друзей там встретила. То есть вы себя там чувствуете всё-таки как временный гость, как человек, который работает в этом городе, или это всё-таки уже ваш родной город? Нет, он всегда был моим родным, я думаю, да, с самого детства. Вам там комфортно? Мне там хорошо, да. Очень. Интересно. Родители живут в Берлине, вы живёте в Петербурге, вторая сестра живёт в Париже. Да, третья жила в Вене, но сейчас в Берлине из-за того, что не смогла поехать в Париж учиться. Так что... То есть у вас такая действительно... Да-да-да, у нас всё-таки крутится. ...богатая семейная биография. А какие у вас, Лаура, планы ближайшие музыкальные, когда вот границы рухнут и свобода нас встретит радостно? Конечно же, концерты, выступления. Есть какие-то уже в планах. Ну вот мы ждём освобождения, изменений. И, наверное, мы тоже будем делать онлайн какие-то концерты с коллегами, чтобы всё-таки дарить людям радость. Давайте сейчас прямо вот не будем долго тянуть. Подарим людям радость прямо сейчас. Через пару дней опять снова Рождество. Снова Рождество. Я знаю, что очень многие наши немецкие сограждане завидуют нам, что у нас такое количество зимних праздников. И это прекрасно, потому что таких праздников должно быть больше, должно быть много, особенно в это странное непростое время. Поэтому очень хочу попросить вас спеть для нас сейчас, как и было обещано, красивую рождественскую песню. Итак, в эфире, в эфире Радио «Русский Берлин» солистка Мариинского театра Лаура Мейнен исполняет рождественскую песню «Тихая ночь». Тихая ночь, дивная ночь. Дремлет все, лишь не спит. Благоговенье святая чета, Чудным младенцем полных сердца. Тихая ночь, дивная ночь. Глаз небес возвестил. Радуйтесь ныне, родился Христос. Мир и спасенье всем он нам принес. Свыше вас свет посетил. Свыше вас свет посетил. Замечательно, Ора, огромное спасибо. Знаете, я впервые, к своему стыду, слышу эту песню на русском языке. Да вы что, да? Ну, по-немецки, естественно, каждый год. Конечно же, это немецкая песня. А что это за перевод, вам известно? Ну, это... Я вот сейчас не смотрела, кто именно сделал перевод, но она международная, её и по-английски поют, очень она популярна тоже. А в Петербурге вы исполняли её уже на Рождество? Вы знаете, на русском языке мы её не исполняли, но мы недавно записали такой маленький клип для детей из детдома, где мы поздравляли их тоже вот с праздниками, и мы там другие песенки ещё спели для них. Нас вот попросили, и мы были очень рады, что мы могли вот так обрадовать их. Тоже онлайн, к сожалению, мы не смогли приехать, нельзя их посещать, но хотя бы так. Лаура, всё ещё вернётся. Мы же с вами знаем, мы же оптимисты, тем более, что в начале этого часа, так как вы первая гостья нашей радиостанции в этом году, вы загадали желание, и мне кажется, что одной из маленьких составляющих этого большого желания обязательно было, конечно же, скорейшее открытие театров и возможность петь перед полными залами, не только в Мариинском театре, но и на всех прекрасных площадках мира. Мы все этого сами очень желаем, и тоже все надеемся, что это желание исполнится. Огромное спасибо Лауре Мейнон, солистка Мариинского театра, была у нас сегодня в гостях. Удалось ей прорваться сквозь границы, отметить Рождество, Новый год в кругу семьи. Когда обратно? В ближайшие дни. В ближайшие дни. Низкий поклон любимому родному городу, Мариинскому театру, всем коллегам. Огромное им спасибо за труд, за инициативу, за желание продолжать, несмотря на обстоятельства, дарить всем зрителям, всем любителям красивой классической музыки радость и возможность не забывать о том, что музыка все-таки существует вне времени и пространства, и непременно, и обязательно спасет мир. По окончании этого часа, конечно же, Лауре Мейнон в записи уже. Что это будет, Верди? Да, это Верди Ария Медоре из оперы Корцар. Это малоисполняемая опера, но очень красивые у нее мелодии. Сейчас мы сами в этом убедимся, друзья. Она уже звучит и сейчас будет становиться все громче и громче по мере того, как Лаура будет покидать нашу студию в направлении Санкт-Петербурга. Лаура, спасибо большое, друзья. Друзья, мы с вами встретимся в следующем часе, сразу после выпуска новостей. Сегодня с Григорием Аросевым будем в течение всего часа выполнять ваши музыкальные заявки. И не забывайте, что красивую классическую музыку тоже вполне можно заказывать в нашем эфире. Лаура, спасибо, счастливо. Спасибо вам.